Обращение иберокавказского движения к Евросоюзу и США. Национальности нет у животных. Звиад Гамсахурдию. Сегодня уже ни для кого не является секретом роль Евросоюза и правительства США в событиях, происшедших в Грузии 22 декабря 1991 года. Трагедии государственного переворота, поддержку Советской империи и против государственной независимости России Республики Грузия. Своим молчанием международные организации, Евросоюз и правительство США выразили свое одобрительное отношение к этому незаконному акту. Следует также отметить, что президент США Джордж Буш еще ранее открыто выступал против национального героя, к тому времени уже президента Республики Грузия, Виад Гамсахурдию, что стало известно всему миру. Это и послужило поводом тому, что никто не отозвался и не поддержал нашу страну в эти тяжелые дни. Продолжая борьбу за независимость и свободу нашей страны, президент Республики Грузия, уже находясь в изгнании в столице Республики Грузия, в своем интервью у российских, почему он не пользовался добрым расположением Запада. Мы стремились к проведению независимой политики и не повиновались к диктату стран Запада. Это и послужило поводом прихода власти угодного Западу, агента ЦРУ и евроамериканского империализма Эдуарда Шевардна. Запад противостоит преднамеренно национальным движениям, так как их цель уничтожения понятия насилия как такового и создания единого мирового конгломерата во главе с мировым правительством проведения так называемого нового мирового порядка, который стремится к уничтожению других государств. Будь то христианская и консумбанская, и самым всячески инвалидируемый мир. Этими словами президент Республики Грузия в ряд Гамсакургия предвидит все вышеуказанное уже в 1992 году отдаст их планы мирового империализма от имени демократии. Это касается, как не в Северной, без операций в странах Длижнего Востока, в период Сирии, Египта и других. Сегодня, когда уже СССР распался и что должно было совершиться, надо подчеркнуть одно обстоятельство, что в период так называемого советского экуменизма национальное движение Грузии без помощи других государств продолжало свою борьбу. Следует дивизию отечественных мер. Национальное движение Грузии всегда противостояло глобализации. Этим давало бы мир всем республикам бывшего СССР. Тогда еще дизидентское движение Грузии во главе со Звиадом Гамсакургия и Мерабом Костава были сильнейшими в мире. Именно они являются вдохновителями этого движения. Немногим ранее, как известно, так называемая перестройка, которая была проведена Михаилом Горбачевым и Эдуардом Шевагнадзе, опосредственно организаторами трагедии Грузии 9 апреля 1989 года, первый из которых был награжден Нобелевским премием за перестройку, имела цель реанимацию Советской Европе, то есть глобализацию, что и была активно поддержана Джорджем Бушем Старшим. Это связано с прямым участием государственного секретаря США Джеймса Бекера и благословения Джорджем Бушем. Государственная секретарь США Джорджем Бекера открыто обратился к бандистских кумировок, принимавших участие в куче 22 декабря 1991 года и призвал к сведению законной власти Кургии. США была прекрасна осведомлена, что оппозиция Грузии состояла из криминальной марки, бывших под Катаром. Военно-криминальный переворот в 1991-1992 году имел единственное все – перевести в Грузию в русло так называемое «Крискро». Что касается последующего периода истории Грузии, когда к власти пришел председатель союза граждан Михаил Саакашвили, которому обанкротящийся на всех уровнях правления государством передал власть Эдуард Чеварна. Умный Запад для совершения своей цели дал в зеленый свет антигрузившему здоровью. Михаил Саакашвили пришел к власти Кургии. У меня прямо обстоятельства и посланника Российской империи Дариса Иванова. Он в первые 6 дней своего управления объявил войну к Кургийскому народу. Тысячи невинных людей были заключены в церкви. Отбывая срок, взрослых и пульсов. Моцедаить на силу. Особо жестокому преследованию подвергались люди Грузии в Кургии. И законно присутствует гражданство против жителей иностранных государств. Все время, когда граждане нашей страны были оставлены в свободе. Слездая различным конфессиям равной православной церкви статус. Тем самым, в Маги Саакашвили, они были предоставлены в Кургии. В Кургии. В ноембре 2004 года, Рениан Менева, в основании панки дореализации Грузии, которые еще в 90-х годах были представлены. Сталин, в штате Ирвы, учениками Шеварднадзе, Хидашели, Берденишвили, Рамишвили, Пата Закарейшвили, Заза Шатеришвили, Зураб Киабершвили, Эмзар Генринаи и другими, и которых грозит Грузии окончательным распадом его территориальной целостности. К тому же Михаил Саакашвили в 2004 году поручил так называемым неправительственным организациям в кратчайший срок представить ему проект федерализации Грузии, что и сегодня безозрение совести находится на рассмотрении в так называемом парламенте. Это свидетельствует о том, что политика Эдуарда Шеварднадзе остается неизменной. Такая антигоносударственная политика придела к усилению исконно грузинского населения в грузинской земле, в то время как гражданам других стран присваивается статус двойного гражданства. Когда около двух миллионов людей наших стран являются беженцами, это все произошло в связи с политикой, не проведенным Эдуардом Шеварднадзем. Сегодня самое тревожное для грузинского населения это то, что из разных стран Запада, в том числе из США, приезжают так называемые эксперты и поддерживают так называемых парламентариев национального движения, которые все еще отмечают как раздражают за словами Саакашвили и вмешиваемся в внутренние дела нашей страны. На самом деле, в первые засуществуют политические законы, в лице представителя Национального движения, класть пришел в проклады Саакашвили, который открыто поддерживает Шаг и Евросоюз, и видят основания для его осуждения, для его содеянные в нашей стране. И это происходит тогда, когда в разных странах мира президенты, авторы военных переворотов, невзирая на их возраст, заключены и несут ответственность за это. К этому напомним, что в 1991 году в Москве на конференции был подписан договор с 38 европейскими странами, который категорически запрещал свержение законной власти путем переворота. Исходя из всего вышеизложенного, мы закончим наше обращение к вам словами президента республики Грузии Звиада Гамсахурдия. Мы, дорогие соотечественники, стоим лицом к лицу с сатаной, драконом, с этим планетарным зверем, антихристом, или же мы победим его силой и мощью святого Георгия, или этот космический дракон поглотит нашу историческую судьбу и сможет растоптать его. Вот национальное движение, говорит он, и в маске национального движения идет антихрист, идет ворава и идет проклятие. Требуем осудить и выдворить грузинофоба, террориста Эдуарда Шеварднадзе, юридически оформившего отчуждение грузинских земель и вместе с ним совершившего геноцид грузинского народа, врага нашей страны, республики Грузия, Михаила Саакашвили. Пока не переполнилась чаша терпения грузинского народа. В противном случае вся ответственность за ожидаемые и последующие события возлагаются на вас. Председатель правления Иберокавказского движения Бесо Бесарен Микава, пресс-служба Иберокавказского движения Нана Кахлиани. Тбилиси, 15 декабря 2013 года. Тбилиси, 15 декабря 2013 года.